Я обращаюсь к вам от имени Комитета бурятской независимости, который был создан 23 июля 2023 года во время съезда бурятских политических организаций за независимость. Наш съезд проводился в Нью-Йорке, потому что здесь, в США, находится самая большая диаспора бурят в мире. Она образовалась буквально в последние годы, потому что буряты вынуждены были многие, то есть большинство тех людей, которые приехали сюда в последние годы, бежали кто от мобилизации, кто из-за преследования, а кто из-за невыносимого состояния дел на родине, из-за невыносимой нищеты, из-за невозможности жить нормальной жизнью на нашей богатейшей земле. И это происходит из-за того, что сегодня Бурятия – это бесправная колония России. Мы, сторонники бурятской независимости, члены Комитета бурятской независимости, говорим, что пришло время для бурят взять нашу судьбу в наши руки. Никто не сможет помочь нам, кроме нас самих. Я обращаюсь к бурятским солдатам, которые сейчас находятся в Украине. Вас используют в своей грязной игре кремлёвские манипуляторы. Путин понимает, что проигрыш в этой войне означает для него смерть, просто физическое уничтожение. Поэтому, сражаясь на стороне российских войск, вы тем самым спасаете пятую точку этого жалкого недопрезидента, недоимперии народного горя. Подумайте, зачем вам это? Зачем вам проливать вашу кровь, сражаясь за дворцы и яхты Путина, олигархов и всей этой сволочи, которая копалась в Кремле? Бурятию оббирают на протяжении всего этого времени. Мы живём на богатейшей земле. У нас есть золото, у нас есть нефрит, у нас есть Байкал, жемчужина мира. Во что превратили Байкал сейчас? Если мы не вмешаемся, если мы не заявим наши права на нашу землю, мы потеряем всё. Мы потеряем не только землю, мы потеряем себя как народ. Недавно было видео о том, как бурятские мужчины из Акинского района, узнав о том, что появилось какое-то новое место рождения нефрита, отправились на добычу и были расстреляны полицией и незаконными бандформированиями, которые охраняют расхищение наших средств, расхищение нашего нефрита бурятского московскими олигархами. И вот в одном из видео говорилось, что буряты там были, даже и те, которые вернулись с так называемой СВО. Так за что? За что эти солдаты проливали свою кровь? За что они участвовали в этой преступной войне, чтобы потом, вернувшись, подвергнуться нападению со стороны полиции? Кстати, у одного из полицейских, некоего Романа Зверева или Зайцева или Кроликова, на руке была выбита татуировка Едам Дас Зайна. Каждому свое. Эта надпись была выбита над входом в концлагерь Бухенвальд. Вдумайтесь, буряты, вам говорят о том, что в Украине нацисты. В то же время у нас в Бурятии вас, ваших товарищей расстреливают в упор, такие вот нацисты, которых мы вскормили. Может быть, вы подумаете о том, что, наверное, всё-таки пришло время встать и сказать «хватит». Вы нужны Бурятии, вы нужны нашей Родине, вы нужны своим семьям, вы нужны вашим матерям, жёнам, вашим детям. Сейчас, когда Россия теряет свои позиции, когда Украина наступает, украинские войска берут один населённый пункт за другим. Это их справедливая война. Это война за то, чтобы выгнать со своей земли захватчиков. И именно сейчас, когда наступает решающая фаза, командование снова бросит вас, бурятских танкистов, бурятских штурмовиков, на самые горячие точки. Подумайте, зачем вам погибать за интересы Путина? Вы не нужны России, вы не нужны Москве. Москве нужны только ваши трупы. Но вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны нашей земле. Поэтому мы призываем вас, переходите на правильную сторону. Комитет бурятской независимости получил гарантии от Украины в отношении пленных бурят о соблюдении Женевской конвенции по обращению с военнопленными. У вас есть три пути. Сдаться в плен и остаться в плену до окончания войны. Второе. Сдаться в плен и быть обмененными на украинских военнопленных. И третий путь. Сдаться в плен и войти в состав бурятских вооруженных формирований будущей бурятской армии, будущих бурятских вооруженных сил. Вы нужны нам. Вы нужны своему народу. Останьтесь в живых. Останьтесь живыми. И помогите нам. Помогите. Помогите нашему народу, многострадальному бурятскому народу наконец-то обрести независимость и стать хозяевами на нашей земле. Болтвы.